Всем привет, кто любит пчел! Сегодня будет видео с ответами на вопросы, которые задают в комментариях. Итак, первый самый популярный вопрос. Когда же все-таки сокращать семьи? Второй популярный вопрос. Когда же все-таки заканчивать, закармливать семьи? И третий популярный вопрос. Изнашивается ли пчела, которая идет в зиму на переработке сиропа? А теперь давайте немножко порисуем. Когда сокращать семьи? Одни считают, что надо сокращать сразу после главного взятка. Другие, такие как я и мне подобные, считают, что надо сокращать тогда, когда придет время. Итак, откуда появляется такая разница и когда же все-таки сокращать? Первое. Надо четко разделять семьи на северные и на южные и смотреть по погоде. Что самое главное после главного взятка? Самое главное это нарастить семьи, наращивать зимнюю пчелу. Какая пчела у нас зимует? Это конец июля, та, которая была рождена в конец седьмого месяца. Вся пчела, которая рождена в восьмом месяце. И вся пчела, которая рождена в девятом, в десятом месяце. Какие из этих пчел самые ценные для зимовки? Ну, конец седьмого месяца, она для зимовки не очень ценная. По той причине, что это уже будет старая пчела. Она родится, она еще будет выкармливать расплод в восьмом, девятом месяце. То есть она состарится. И к весне это уже будет пчела, которая практически не способна выращивать расплод. Вот так и нарисуем. Это такая будет маленькая пчелочка. Старенькая. Восьмой месяц. Сразу после взятка выкачали мед. И матка откладывает свой максимум. Много расплода. Вот так и напишем. Много расплода. Около восьми семи рамок. Эта пчела вся пойдет в зиму. Но дело в том, что весной она не будет очень сильно эффективна. И весной может получиться такая ситуация, что в улье очень много пчел, а расплоду мало. Потому что весной обычно у нас может быть 10-12 рамок пчел. А расплоду всего 3-4 рамки. А почему 3-4 рамки расплоду? Потому что некому его выкармливать. Пчел много и матка в принципе может отложить и 8 рамок расплода. И пчел есть, чтобы его обогреть. Но будет всего только 3-4 рамки. Почему 3-4 рамки? Потому что нет пчелы, которая может выкормить расплод. Какая пчела кормит расплод? Та, которая имеет большое белковое тело. То есть тело с большим содержанием белка. Так вот августовская пчела, которая в 0-8 месяце, особенно в начале 0-8 месяца рождена, такого тела, как правило, не имеет в достаточном количестве. Почему не имеет? Потому что пчела на медосборе в 0-7 месяце износилась. Сила семьи поубавилась. И чтобы выкормить одну личинку, допустим, на 2 личинки попадает 1 пчелка. Каждая личинка по пол порции попадает. Ну, об этом я уже рассказывал, почему роятся пчелы. Здесь в принципе все тот же самый. Потому что зимняя пчела, она очень похожа по своей структуре на роевую пчелу. Так вот в августе расплода матка откладывает много, а пчел кормилист не хватает. И поэтому расплод получается не сильно хорошо выкормленный. Ну вот расплод августовский выйдет в 8-7 рамок. Это у нас получится около 15 рамок уже молодой пчелы, которая способна выкормить расплод. И начиная где-то с конца августа, весь сентябрь будет еще один расплод, но его уже будет меньше. Его уже будет 3-4 рамки. И вот эта пчела, я ее нарисую такой вот большой и жирной, это та пчела, которая будет иметь повышенное содержание белкового тела. Потому что когда выкармливают личинку этой пчелы, уже есть 15 рамок молодой пчелы, которая родилась в августе. И на каждую личинку тогда попадает, допустим, по 2 пчелы-кормилицы. Соответственно пчела кормится очень-очень хорошо, с избытком, и она вырастает с большим содержанием белкового тела. И вот частенько в комментариях пишут, пчела должна к зиме нагулять жировое тело. Так вот она не нагуливает жировое тело, она с ним уже рождается. А рождается она с ним тогда, с повышенным содержанием белка в теле, когда ее очень обильно кормят. А очень обильно ее кормят тогда, когда у нее много пчел-кормилиц. И вот та пчела, которая родилась в конце 8-го месяца, в 9-м месяце, она самая ценная. Потому что она имеет большое содержание белкового тела. И вот именно эта пчела весной и будет выкармливать молодой расплод. Возвращаемся немножко выше, где я говорил, что весной у вас семья может иметь 10-12 рамок пчел, но расплода будет только 3-4 рамки. Смотрим вот на эти вот цифры, смотрим сюда, все тоже. Родилось у вас 3-4 рамки в конце августа, в сентябре месяце. Вот столько у вас расплода будет и весной приблизительно. Вся остальная пчела, которая в августе родилась, она занимает в льге место, она может греть расплод, она может собирать ранние взятки, она тоже очень нужная. Она будет обеспечивать прокорм, она будет греть, она будет носить воду, но пчелу она выкармливать не способна. Поэтому весной расплода у вас будет меньше, чем есть пчел. И потенциал матки используется, соответственно, не на 100%. Та же картина будет с пчелой, которая родилась в октябре. В октябре еще будет меньше расплоду, там допустим 1-2 рамки. Но в октябре тоже пчела будет рождаться с повышенным содержанием белкового тела. Это тоже очень ценная пчела. Но с октябрьской пчелой все не так просто. Теперь надо смотреть на календарь, когда у нас температура станет непригодная для льета пчел. Что такое пригодная температура для льета пчел? Это плюс 12 градусов, когда облетываются пчелы, и солнечный день. Смотрим, до какого времени у нас будет вот такая погода. Плюс 12 и солнечные дни. Допустим, берем календарь, смотрим, у нас холода будут наступать 1-10 с октября месяца. От этого 1-10 надо отминусовать 25 дней. Это значит у нас будет 5-е, 0-9, 5-е сентября. И вот получается, что 5-го сентября матка отложит последние яйца, из которых выйдет ценная пчела. Все, что матка отложит позже 5-го сентября, облетаться не успеет, потому что холода. А пчела, которая не облеталась, она плохо перезимует. То есть ценности для нас не представляет. А значит после 5-го числа нет смысла нам наращивать расплод. Значит это крайний срок для того, чтобы сократить семью. Сократили, начинаем кормить. Но мы находимся на юге, поэтому у нас теплые дни могут быть и после 1-го, 10-го, то есть 1-го октября. Ну а те, кто живут, допустим, на севере, как у них. У них, допустим, холода могут наступать уже 10-го сентября, 10-го, 0-9. Опять отминусовываем 25 дней, получаем крайний срок сокращения семей 15-го, 0-8, 15-го августа. То есть сразу после главного взятка. И сразу после сокращения их надо кормить. Так вот и получается такое вот расхождение. Те, кто живут на севере, им, конечно же, надо сокращать сразу после взятка. Потому что у них нет времени до холодов. А те, кто живут на юге, те могут, скажем так, они могут работать спустя рукава, потому что у них главный взяток кончился. И до ближайших холодов еще уйма времени. Поэтому сокращать особо смысла нет. Есть смысл нарастить тяжелую зимнюю пчелу. Поэтому пчеловодство северное и пчеловодство южное, оно немножко по срокам другое. Принцип тот же, на сроки другие. Поэтому, когда сокращать и когда начинать кормить, надо смотреть конкретно по своему региону, по своему климату. То есть по прогнозу погоды. Берете прогноз погоды на 30 дней и смотрите, что нас ждет в ближайшем будущем. И планируете работу на пасеке. Главное нарастить в зиму пчелу с большим содержанием белкового тела. И самое главное, это самое белковое тело не растерять. И тут правильно возникает третий вопрос. Изнашивается ли пчела с большим содержанием белкового тела на переработке сиропа? И если затянуть с переработкой сиропа, повлияет ли это на качество пчелы, которая идет в зиму? Потому что, мне кажется, этот ролик получился сильно нудным и длинным. Но тем не менее, не забывайте подписываться на канал на моих прекрасных пчелок.